здравствуйте это моддинг gtw sitting не рипнутого образа оригинального снятого с диска поэтому все еще сохранилось и md data bin содержит информацию об образе код образа т.д. и т.п. образ английский все что вы видите сейчас в архиве можно отредактики единственное что нельзя ничего менять в образе с помощью 7zip я покажу отдельную прогу но в другом видео здесь можно только вытаскивать и просматривать от 3 у меня нет для него кодеков это звуковые файлы которые в основном будут встречаться в игре это сжатый вейв он в 15 раз сжимает этот а3 он был к вот этому видео икон 1пмф как вы помните помимо видео там еще звук есть и он как раз был в а3 можно в пмф встроить звук но здесь именно в оформлении такого нет пик 1png это то что отображается при листании игр то есть основная иконка парамысло версия игры регион опять же название версия прошивки необходимая для запуска игры и код образа если заменяемый икон 1пмф и а3 сумме они должны иметь не более 500 килобайт это ограничение по размеру иначе они воспроизводиться не будут или будут но некорректно папка system dress здесь хранятся модули прошивки их не трогаем либо вообще удаляем пустышками ну то есть берем открываем фикси забиваем все нулями не нулями а просто создаем текстовый файл можно создать текстовый файл изменить фон на такое же расширение оставить пустым и вставить туда чтобы играем поменьше весело здесь мал поддат зашифрованный чем-то файл не имеют интереса не имеют ничего такого интересного катсцены здесь аудио файлы от катсцен аудио файлы редактить можно есть редакторы для 3 можно конвертить в mp3 можно из mp3 в от 3 все есть инструменты редактирования есть эта папка music здесь хранятся звуки в некоторых локациях то есть в баре на стройке да и в общем когда вы в городе вы и вокруг вас никого нет вы все равно что-то слышите вот звуки сити радиостанции здесь также хранятся здесь хранятся еще какие-то аудиозаписи здесь хранятся еще новости которая рандомно вставляется в радиостанцию в определенное время там говорятся может там об убийстве кого-нибудь может еще о чем зависим все что вы творите но еще рандом полиция но это когда полицейские ругаются либо на вас либо еще на кого-то в радио вашем слышны разговоры полицейских это фил коллинза аудио файл когда вы вроде его везете в этом в самых первых миссиях его дрондулете это опять же радиостанция парадайз это звуки воды это еще что-то ну и радиостанции тема не знаю чё это куча куча папков с префиксом set sfx как вы догадались по первым трём буквам это архив sfx и он открывается прогой также там можно редактировать файлы внутри куча куча вагов баг файлы это аудио файлы которые впервые встречаются в sony playstation 1 поэтому инструмент для их редактирования тоже есть в основном в равах лежат звуки оружия реплики персонажей и и еще звуки транспорта почти всего да что там всего транспорта также здесь хранятся звуки меню то есть когда вы переключаете с одного пункта на другой и слышите звук они хранятся здесь же на вики есть описание в какой директории что хранится но там не полная а 3 header bin этот файл существует для проверки радиостанций на подлинность от каждой оригинальной радиостанции взяты 2048 байт и записаны последовательно в этот файл если не совпадают в этом файле первый 2048 байт какой-то радиостанции с радиостанцией то он не воспроизводит есть прога которая генерирует от 3 header bin в соответствии с вашими модифицированными модифицированными станциями но я редактировал вручную так как там надо запихивать все радиостанции для генерации от 3 header bin а так я всего лишь отредактировал то что мне нужно то есть не копирую там куча радиостанций еще что то этот файл тоже касается радиостанций но не помню для чего он это луа здесь луа скрипты португальский язык программирования здесь в основном хранятся параметры мультиплеера и дополнительных миссий некоторых рандата здесь мы видим папку frontend здесь файлы с расширением .psp это файлы оформления игры то есть абсолютно всего оформление меню здесь оформление меню вообще то есть какие кнопки где должны быть какие надписи где должны быть какого цвета надписи должно быть сколько делений должно быть для увеличения и уменьшения звука также можно редактировать где должны располагаться картинки к радиостанциям и т.д. и т.п. открывается в обычном блокноте или ноутпэде здесь папка psp папка icons здесь содержит оформление к сохранениям видео к сохранениям каждому свое картинки к сохранениям а3 опять же отдельно не знаю действует на суммарное количество пмф и а3 здесь правило или это только в оформлении а3 у меня кодека нет поэтому он не воспроизведет это задний план когда вы сохраняетесь это пустой слот это еще один еще одна картинка для сохранения картинки при сохранении выбираются не случайно это зависит от уровня прохождения игры папка модулес здесь сохраняться грубо говоря плагины для того чтобы воспроизводить аудио файлы и видео файлы а3 это файлы с кодеком attract 3 плюс и просто attract разработанные sony сжимают 15 раз аудио аудио файл там конкретно из 600 мегабайт у меня вывел а потом 30 я удивился сильно ну и почти без потерь пмф пмф использует очень модифицированный пмф вот можно в него конверт можно сюда вставить другие какие-то модули которые предварительно сделают сделав их плагинами есть программа по деланию плагинов для PCP есть муви вступительные видео в них встроен звук в эти видео то есть а3 в них встроенный но со встроенными а3 не читает комп то есть он видео воспроизводит но звук нет но пихо читает и естественно инструменты чтобы прикрепить аудио файлы к пмф есть здесь геймдтз здесь хранятся очень много всего конфигурация handling data pet data via phone data здесь хранятся иконки радаров то есть мэп там иконки радаров на карте то есть перекраска дом еще какие-то обозначения допустим вашего персонажа который на миссию надо ехать луиза например или мартинес или в кассаде или еще кто здесь хранятся шрифты здесь хранятся абсолютно все элементы меню здесь шрифты игровые вы правильно меня поняли здесь здесь хранятся практик эффекты генерик эффекты то есть отблески также по-моему луна тоже здесь хранится здесь хранятся взрывы и здесь хранятся общие текстуры для моделей то есть допустим колеса почти для всех текстур одинаково они здесь хранятся еще что-то еще что-то это EMG архив он его обычный ПК EMG редактор откроет только на с наличием с наличием DIR это файл разметки здесь хранятся вырезанные сцены возможно еще какие-то модельки и еще какие-то эти текстуры EMG архив открывают специальная прога для PSP и Sony PS2 без EMG без DIR точнее без файла разметки но при том условии что она сама его генерирует вот эти файлы с LVS он не может открыть и не может генерировать DIR так как LVS это забыл сказать в DTZ он алгоритмом залит упакован там бинарный поток и там сложно все ресурсы в нем редактировать очень сложно опять же ограничение по размеру очень геморройно приходится текстуры проще делать и в нем хранится файл разметки для GTA 3 PSPMG в нем также хранятся в game DTZ сжатые текстуры радаров то есть в левом нижнем углу у вас радар отображается там 64 радара сжатые вот в этом файле а вот в этом файле разжатые 64 радара если сжатые не совпадают с разжат если разжатые не совпадают с сжатыми то игра вылетает так как видят то что это не то и проверка не проходит это текстуры пляжа DIR файл хранится в LVS точнее это и есть DIR файл только сжатый опять же алгоритмом залит их надо разжимать и потом только уже редактировать здесь тоже надо gt3 без PMG здесь DIR файл автоматически генерируется программой здесь можно редактировать текстуры можно редактировать частично по моему анимационные файлы там лежат еще что то редактить все что в этом архиве но модел нельзя редактировать так как он только это 3d модели они только наполовину разобраны но можно менять таким образом берете допустим полицейского переименовываете в ту в ту тексту ту модельку которая допустим Model 1 точка Model это первый костюм Вика и вы вместо Вика играете полицейским то есть между собой их можно но между Liberty City Stories и Vice City Stories нельзя так как моделы там разные также также можно между собой проделывать в Liberty City Stories здесь пять внутриигровых текстов в формате GXT они отличаются от ПК но их можно все таки открыть в обычном GXT редакторе на ПК можно в GXT редакторе 1.3 он откроет покажет вам метки покажет текст но редактировать вы не сможете там система такая очень не похожая на ПК Liberty City Stories у нее структура ПК в отличие от Vice City вот и Liberty City Stories там ничем не отличается от GXT от ПК так что можно обычным GXT открывать и редактировать прямо там напрямую а там можно только просматривать тексты и смотреть метки только потом с помощью структуры на вики GXT и с помощью хест редактора юзать и что-либо там менять в общем гемор в основном меняю в английском так как другие языки наши соседи пусть обойдутся без модов ну или XTX это текстура ну а текстура загруженных экранов и некоторые еще другие текстуры допустим когда переезжаешь из одного города в другой welcome to Vice City это только здесь это только загрузочные настоящие текстуры они в основном только в СЧК инструменты по редактированию есть и XTX и СЧК только там проблемы с альфа слоем то есть прозрачность там альфа слой можно сделать но там с прозрачностью проблемы и там нужно обладать особыми знаниями я вам расскажу как с альфа слоем работать надо в другом выпуске так в этом архиве все основные модели текстуры это аналог как GTA 3 EMG ну все манипуляции с их разметкой мы можем редактировать любые аудио файлы и видео файлы мы можем редактировать модули необходимые для воспроизведения аудио или видео мы можем редактировать данные с большим трудом в GameDTZ мы можем редактировать катсцены частично очень мало в архиве EMG мы можем спокойно редактировать оформление меню мы можем спокойно редактировать любые PNG только сохраняя параметры то есть ширину и длину тоже сохраняя и обязательно название чтобы сохранилось мы можем редактировать внутриигровые тексты мы можем редактировать загрузочные экраны мы можем редактировать скрипты луашные мультиплеер там и так далее мы можем редактировать аудиозаписи катсцен мы можем редактировать обычную музыку мы можем редактировать звуки, меню, оружие, реплики и звуки персонажей и транспорта при условии, что внутри RAV ваг будет либо меньше, либо равен оригинальному. Мы можем редактировать радиостанцию, предварительно поманипулировав с проверочным файлом. Кстати, вот этот файл тоже касается радиостанции, но в нем можно и не рыться. Радиостанции так без него воспроизведутся. Можем редактировать полностью оформление игры и можем прошивку редактировать. Ну вот и все. Кстати, про программы я расскажу в следующем выпуске, которая для вас.